Так, я подготовил файл, пропустил через ASPF, Inbox, вот, расширение аэропорта города Ож, блок 1. И объясню структуру этого файла. Так, в Excel подготовил данные. Так, вот, получается у нас, я не ставил сразу все пролеты и все шаги, а похожие просто один раз поставил. Вот, козырек, козырек, колонна крайняя, колонна крайняя, здесь колонна средняя, между дополнительной наружной, дополнительной внутренней, эти фахверковые. Потом здесь средняя крайняя, средняя, 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 средняя. О, здесь средняя крайняя оказывает. Средняя крайняя, да? И потом, с этой стороны, здесь дополнительная внутренняя, здесь под фермой колонна. И потом здесь крайняя, 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 дополнительная, а, крайняя средняя, дополнительная наружная. Вот, тут ребята подготовили. Вот, основные стойки, козырек, для него выбрали по N, максимальный, минимальный и всю строку, M, MZ и так далее, да? И точно так же для остальных козырек, вот, крайние, крайние, видно, где они, вот, крайние, крайние, да? Крайние, средние, они одинаковые, поэтому один раз пропустил. Так, потом средние крайние, и средние, 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 как говорится, все животные, все люди равны, но вот не равнее. Так, и вот дополнительные стойки, дополнительные внутренние, это под фермой у них стоят, на общем плане видно, и дополнительные наружные, это у нас, получается, фахверковые между основными стойками, там внизу у них шарниры, внизу вверху шарниры стоят. Так, вот для каждого из них, ребята, в Excel собрали из RSU максимальные, минимальные значения. И эти данные мы теперь подставляем вот сюда. Так, окно, перейти в другое окно, вот она. Вот здесь условная схема расположения. Так, здесь я слово шаг и пролет поменял между собой, иначе пришлось бы развернуть на 90 градусов схему. То, что у нас шаг в программу занес как пролет, то, что у нас пролет в программу занес как шаг. Так, теперь, вот смотрите, получается, между ними, вот, у нас шаг, у них пролет, да, расстояние между ними. Шаг это 6 метров, 6 метров. Шаг 3, шаг 3. Excel, умничает. По 3 метра. От крайней до дополнительной по 3, потом от нее дальше до основной колонны 3. И здесь получается сначала 2 козырек, да, основной, потом по 6 метров, да? То есть от крайней колонны до дополнительного 6 метров и так далее, да? Так, теперь ставим нумерацию. 1 это у нас колонна козырька, да? И здесь тоже колонна козырька есть, но вот сюда мы ее не видели, 0 сделали. 2 это колонна крайняя. 3 это у нас получается дополнительная наружная. 4 колонна средняя. Здесь 0, 0. Здесь тоже крайняя-крайняя, просто там еще унификация есть, я с ней еще не разбирался. Так пока 0 делаем, как будто в этом месте фундамента нет. Потом следующий ряд, здесь в конце у нас будет только дополнительная внутренняя стойка. Здесь 0, 5, да? Потом дальше идет 6. Это на средней оси крайняя колонна. Потом здесь средняя-средняя, 7, да? Вот 7, средняя-средняя. И потом здесь средняя-крайняя есть. Вообще по-хорошему унификацию надо делать, но не вводил. И потом дальше этот ряд у нас, здесь дополнительная внутренняя, 0 поставил. И этот ряд, они уже у нас введены, крайняя-крайняя, такие же, как в этом ряду. Поэтому я 0 поставил. Так, и потом для каждого из них, здесь сюда вставил значения, n и так далее. Те значения, которые проходят из РСУ. Единственное, только в n знак поменял, потому что минус у нас сжатие, а в аспф минус это сверху сила давит. Вот получается, первое это для козырька, второе там для вот крайнего, ну, с первого по седьмое, из тех выборов, которые ребята сделали, я сюда собрал. И потом это все дело перенес вот в этот файл. Аэро 1. Вот. Только в конце вот такие две строки добавил. На каждой по две строки. Что это означает, потом будем разбираться. И что еще исправил? Так, аэропорт у нас 8 баллов. Почему-то в геологии 9 написали, хотя другие блоки 8, но заказчик сказал, что исправил. Так. Вот 3, 3, 3, 3, 2. То есть 3, 3, 3, 3, 4, 3. Это у нас вот эти. Вот что 3, 3, 3, 3, да? Потом дальше идет. 2, 6, 6, 6, 6. Мы в АСП в здании не разворачивая, шаги назвали пролетами, пролеты шагами. Вот. И здесь получается у нас вот система нумерации. Козырек. Потом дальше идет крайнее, крайнее. Потом дополнительное наружнее. Потом крайнее, среднее. Эти повторяются по этому нолю сделал. Здесь идет, вот здесь между блоками дополнительное внутреннее. Потом здесь среднее, крайнее. Потом здесь среднее, среднее. Здесь тоже среднее, крайнее. Нули я поставил. Потом здесь нули. Здесь должен был быть дополнительный внутренний. Но он уже здесь есть. Я с унификацией еще не разбирался. И здесь тоже нули я поставил. Должно быть, вот, как здесь. И еще в конце двоечка. То есть 2, 3, 4, 3, 2 должно быть. 2, 3, 4, 3, 2. Но я сказал, что с унификацией я не разбирался. Каждый фундамент мы только один раз вводим. Максимальные и минимальные значения по каждой колонке выбираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А в их примере... Так, не сделали мы ошибку. Сейчас проверить надо. Так, где тут ADM? А, прям здесь посмотрим. Давайте, аэропорт. Исходные данные. Так. Стоп. Мы сделали ошибку. Мы сделали ошибку. Получается, вот здесь же у нас еще есть этот крутящий момент. Крутящий момент. Этот крутящий момент почему-то у нас вошел. Вот. Давайте тогда исправим. Так. Окно. Хорошо, что посмотрели, да? Вот это-то у нас крутящие моменты. Так. Давайте сразу я удалю. И мы заново аэропорт прочитаем. Так. Крутящий момент-то. Так. Семерка. Вот так. Нулевой. Так. вот эти подготовленные данные возьмем. Копировать. И здесь где-то сделаем текстовый файл. создать текстовый документ. Оставляем. Так. Во-первых, мы здесь точь. Вот. Пробел минус. Надо простой минус заменить. Минус пробел. Просто минус. Заменить все. Так. Потом. Вот. Если запятая была на точку нужно заменить. У нас здесь мы так настроили Excel, что сразу выходит точка. И потом здесь таб. Таб. Надо на пробел заменить. Правка. Заменить. Таб. Заменяем на простой пробел. Заменить все. Так. Так. И теперь в конце вот такую еще добавить. В конце вот такую добавить. Так. Так. И давайте Aero 1 его напишем F5 AR Так.